Туберкулез – одно из широко распространенных хронических инфекционных заболеваний, способное поражать все органы человеком, проявляясь в самых разных формах. Заражение туберкулезом происходит в большинстве случаев через дыхательные пути. Так называемая палочка куха весьма устойчива к внешним воздействиям. В книгах, белье, в жилых помещениях микробактерии не погибают и не теряют свой патоген на стечение четырех месяцев. Нежелание говорить о своей болезни и обращаться к специалистам за квалифицированной помощью на сегодняшний день является главной проблемой в борьбе с туберкулезом, говорит детский фтезиатор Хасаютовского района Роза Адельханова. Один заболел, стараются многие скрывать, что нет, у нас там просто кашель или что-то. А палочки-то выделяются, и начинается заражение от самых старших до самых маленьких. Самые маленькие и самые взрослые, они больше даже подвержены, потому что они уже ослаблены. У стариков тоже слабый организм, уже истощенный, ну в смысле, годами жизни. И еще бывает, почему дети болеют, потому что родители не обследуются, ничего не делают. Да, самолечением занимаются. И из-за них страдают дети, и заболевают из-за этого тоже дети. Подростки, девочек скрывают, замуж надо отдавать, там мальчиков тоже скрывают. А когда уже обращаются, там уже хорошие процессы бывают, и выделяют палочку, и уже, наверное, все там вокруг может подзаразили. Не надо стесняться этой болезни. Этой болезни любой человек подвержен. В погоне за материальными благами забывает о своем здоровье. Вот будет кашлять, 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 а обратиться к врачу даже не подумает. В лучшем случае попьют простые таблетки от кашля, и все на этом. У нас сейчас очень расстроен семейный туберкулез. Кто-то в семье заболел, через год-два, а может быть и одновременно находит, когда начинаешь обследовать очаг больного, там начинается, потихоньку выявляется. Низкий иммунитет, плохое питание и стрессы могут способствовать заражению туберкулезом. Поэтому врачи советуют спать не менее 7-8 часов в сутки, поддерживать хорошее настроение, нормально питаться и заниматься спортом. Детский фтизиатор ТУП-диспансера города Хасавер Светлана Чайкина рассказала, какие симптомы должны насторожить человека. Во-первых, сильный кашель, который сохраняется более трех недель. Во-вторых, это выделение мокроты и высокая температура тела более 37 градусов. Чайкина также пояснила, что дети младшего возраста тоже подвержены высокому риску заболевания, поскольку иммунная система еще очень слаба. Поэтому очень важно своевременно провести процедуру прививания ребенка во избежание каких-либо заболеваний. При рождении ребенок должен получить прививку от туберкулеза. Она защищает ребенка от туберкулеза. Вторая прививка от туберкулеза, поскольку первая уже начинает угасать через 5-7 лет, повторяется в первом классе. Не надо этой прививке бояться, не надо от нее отказываться, не надо какие-то замудренности слушать тот, кто там где-то одна тетя сказала или одна бабушка сказала, что это нельзя. Кроме пользы от этой прививки, за столько лет нашей работы мы не видели осложненного течения или того, чтобы на этого ребенка что-то сказалось. Единственное, эта прививка может проявиться, когда у ребенка есть врожденный иммунодефицит. Но таких детей, к счастью, мы еще не увидели здесь у нас. Прививка способствует выработке иммунитета, защите своего организма, так же, как у ребенка грудное скармение должно продолжаться хотя бы до года. Мама должна все усилия приложить, не перейти на бутылочную смесь, а постараться кормить самостоятельно, потому что иммунитет вырабатывается именно при грудном скармении и при проведении вакцинации от заболеваний. В частности, сейчас мы говорим о туберкулезе, значит, эта прививка называется БЦЖ. Ее делают всем здоровым деткам на 4-5 день жизни при отсутствии медицинских противопоказаний. Если таковые имеются, то доктор учитывает все свои факторы, какие есть, излагает в выписке ребенка, и он может получить эту прививку в поликлинике при наблюдении участкового педиатра. Заведующий отделением тубдиспансера города Хасаверт Улубих и Зиреев наглядно продемонстрировал результат своевременного лечения туберкулеза легких у взрослого человека. Есть сейчас обзорная рентгенограмма. На этой обзорной рентгенограмме видно то, что ранее человек болел инфстративным туберкулезом легких. То есть, с обеих сторон были легкие пораженные. А на данный момент, это сейчас снимок после того, как этот человек излечился. Вот здесь видно то, что мелкие кальцинаты, то есть, шрамы остались у человека в легких после лечения, после лечения туберкулеза легких. Сейчас на данный момент здесь просто фиброзные тяжи и просто кальцинаты. Здесь у нас сердце, правое легкое, левое легкое. В основном видно то, что у этого человека был процесс более-более больше в левую сторону, а с правой стороны было больше то, что при корневой зоне было поражение. А сейчас у нас на сегодняшний момент, на сегодняшний день, этот человек, эта молодая девушка, 89-го года, очень даже ходит, бегает, все нормально, все хорошо, счастливо. Поражению туберкулезной палочки в 90% подвержены легкие. Но в медицинской практике есть случаи, когда паразитические бактерии были обнаружены в других органах. Как объясняют специалисты, все это результат отказа от вакцины БЦЖ.